ТРАССА ПОТЕРЬ И НАХОДОК ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬ С пробежки Сашок вернулся раньше обычного. Сбросил кроссовки и вместо того, чтобы отправиться в душ, плюхнулся на диван и спросил. «Маня, а Львов – это правда польский город?» Был когда-то, а Калининград – это бывший немецкий Кенисберг, так поделили территории после Второй мировой. А что? Мне одноклассник звонил, там у его деда какой-то дом был. Собирает команду, чтобы отбить город, а дом вернуть наследникам, то есть себе. Говорит, твои деды отняли, значит я должен ехать воевать с русскими и возвращать. У кого отбивать город он собирается? Львов – это Украина. Сейчас наоборот, Украине принято все давать и ничего взамен не требовать. Друг твой против мейнстрима пошел. Маня увидела, как Сашок лихорадочно набирает текст в айфоне. Закончил и с торжеством посмотрел на Маню. Посмотрим, чем этот дурачок ответит. «В душ пойдешь или сразу завтракать?» «В душ. Назло Урсули фон дер Лейн». Маня рассмеялась. Пару дней назад интернет угорал. Немцам порекомендовали мыться частями. Принимать ванную или душ власти предложили не каждый день, убеждая население, что для кожи даже очень полезно мыться не чаще одного раза в три недели. Кто не сможет выдержать, пусть периодически намывается частями. Но не больше четырех частей за один раз. Любители позубоскалить, Глеб, Сашок и Маня изощрялись за ужином в остроумии на мыльно-рыльную тему. Мнения разошлись по вопросу, какие именно части надо мыть, а какие пусть ждут своего часа. Маня настаивала, что две из них – это точно ноги. Особенно сейчас, когда холодно и приходится ходить в носках и обуви целыми днями. Глеб категорически запротестовал. Ноги можно протереть салфеткой, сменить носки. Если ботинки снимать только дома и в случае крайней необходимости, то никто и не заметит характерного запаха. По мнению мужа, выбор надо сделать на подмышке. Носки маленькие, их легко стирать, а футболка – особая статья. Деликатные части тела не обсуждали по умолчанию. Ужин все-таки. Тогда Маня в собственном перечне приоритетов на помывку на первую строчку вынесла голову. Причем вместе с шеей и ушами. А ноги, где можно мыть по очереди. В воскресенье правую, а в понедельник левую. Глеб от имени канцлера Шульца выразил решительный протест. Головы бывают разные, но считать их до самых плеч единой помывочной единицей – настоящее национальное расточительство. Сашок заливисто хохотал. Даже откинулся в порыве смеха на спинку дивана. В завершение мыльной дискуссии далеко нечистюля Глеб неожиданно поднялся и решительно отправился в душ. Помоюсь три раза подряд на зло Урсуле в фан дер Ляйн. Утром парень шутку повторил, приглашая Маню продолжать игру. Но пока парень плескался, она погрузилась в воспоминания. В квартире на набережной Робеспьера горячая вода была всегда. Ну, с того времени, когда Маня себя помнит. Ей было три года, когда в квартире разобрали камин и две печи. Бабушка рассказывала, что такие изменения в семье восприняли как праздник. В доме, наконец-то, провели центральное паровое отопление. И теперь не надо будет закупать дрова, складывать их в подвале дома и каждый вечер разжигать камин и печи. Друзья, проект сейчас живет только на ваши донаты. Если у кого есть возможность, все платежные реквизиты вы увидите на экране и в описании к этому видео. В семье сохранилась каминная история, связанная с Маней. По рассказам старших, бабуля наряжала внучку как куклу и не только перед приходом гостей. Известная в Питере портниха с каким-то особым старанием шила для внучки платьица, сарафанчики, предпочитая светлые тона и обилие обурок. Тогда Маней было месяцев восемь. Ползала девочка бойко, а ходить пока не научилась. Если убрать все повыше, то на несколько минут девочку можно было оставить одну. Бабуля пошла к телефону, а причесанная, умытая, покормленная и принаряженная малышка осталась одна. Она давно стремилась к камину и, наконец, добралась. Через десять минут бабушка нашла девочку в отличном настроении. Внучка выгребала из открытого камина залу, уселась рядом и, хлопая двумя ладошками по полу, с увлечением подымала вокруг себя облака пепла. Обновку отправили в стирку, хулиганку в таз. Вместо прогулки дома затеяли внеплановую уборку. А сама история вошла в аналог семейных страниц. Вспомнила, как они с бабушкой ходили в баню каждый четверг, невзирая на сезон и погоду. От дома до фонтанки пешим шагом не меньше двадцати пяти минут. Тазики под мышкой, там полотенце, чистая одежда, а мани неизменно вручали березовый веник. Выходили из дома в одиннадцать, а возвращались не раньше трех часов дня. С ходьбой, пареньем и мытьем завершали все к часу дня. Но перед выходом на улицу следовало остыть, просушить волосы. Практичная бабушка всегда записывалась на стрижку и маникюр заранее. Парикмахерская располагалась в этом же здании. Мане вручали журналы с изображением разных причесок. Девочка листала, вглядывалась в локоны и злилась на бабушку, которая не разрешала отрезать косу. И мыть сложно, и причесываться. И теперь жди, пока высохнет. Этими воспоминаниями она и поделилась с пареньком. Больше всего боялась, что кто-нибудь из одноклассников увидит меня с веником под мышкой. Девчонки всегда выдумывают. Отозвался Сашок и принялся зачитывать шутку из сети по мыльной теме. Смотри, Маня, русские придумали баню, а французы духи. Рыцари в крестовые походы мылись два раза. Первый, когда переходили через реку в одну сторону, второй уже на обратном пути. А великий придумал мыться мукой. Дорого по нынешним временам, хотя прикольно. На него потребуется не меньше мешка. Нет, он имел в виду только волосы. Проще коротко подстричься. Посмеялись. Маня принялась раскладывать котикам запеченную салаку. Ну, Сашок уткнулся в телефон. Я вот что не пойму. На каком-то лайф говорят, что Россия воюет не с Украиной, а с объединенным Западом. Это потому, что все объединились и помогают Киеву оружием? Не только. У нас в школе семинар был. Обсуждали, что Россия захватила все ресурсы, включая лес и пресную воду. А они по справедливости должны принадлежать всем жителям Земли. Наверное, поэтому сейчас столько шума вокруг закупок газа. А почему несправедливо, как думаешь? Это повод на страну наезжать. Для чего повод? Ну, с Украиной понятно. Ввели войска в чужую страну. Помню, помню, ты мне про Донбасс говорила. Я прочитал. Действительно плохо Киев поступил. Друзья, Ютуб сейчас закрывает каналы без предупреждения и объяснения. Поэтому на всякий случай, чтобы не потеряться, подпишитесь на канал в Дзене. Ссылка есть в описании к этому видео. Сашок, Украина просто согласилась стать палачом для России. Под это дело страна брала у Запада деньги. Властные ребята богатели. Радовались непыльному бизнесу. А потом их заставили напасть на Донбасс. Чтобы русские вступились за республики и можно было приступить к травле и блокаде. Кризис начинается во всем мире. Нужен виноватый. Западные власти признаться в своих промахах не могут. А РФ на роль дежурного виноватого готовят давно. Обвинили в отравлении Скрипалей, потом за сбитый Боинг, дальше якобы отравленный Навальный. Попутно тихим сапом свозили на линию разграничения под Донбасс и Луганск сотни тонн оружия и боеприпасов. Планировали пожар покруче. Переворот в Белоруссии не вышло. Волнение в Казахстане подавили. А здесь выхода не оставалось. Вынудили ввязаться. И что, заставят отдать нефть и газ в мировое управление, если русские проиграют? Сашок, у России ядерное оружие. Она или выиграет, или никого на планете не останется. Зачем такой мир, в котором не будет России? Слышал, Путин говорил. Как все запущено. Сашок задумался. Маня решила прекратить час политинформации. Сашок по объему знаний о политике, мировой экономике, истории, как белый лист. Сейчас она наобъясняет парню про Россию. И про хорошее, и про плохое. Он вернется домой, повторять станет и огребет. Сашок живет в мире, в котором молчание сейчас лучше из позиций. Проснувшись, Глеб застал Маню у окна. Что, опять пернатые воздушные налеты устраивают? Нет, вода прибывает. Он уже овраг полный. К обеду может и дорогу залить. Глеб тоже посмотрел в окно. Позавтракаем и перегоним машины. Думаю, до верхней улицы река не дойдет. На лодках по этой верхней улице за 10 лет люди плавали только один раз. Большого наводнения сейчас, похоже, не ожидается. По крайней мере, до катастрофы можно успеть и позавтракать. Завтрак так завтрак. Каша уже томится под крышкой. Тарелки, запеканка, варенье, кофе и компот стоят на столе. Стая уже успела отпотчивать. И, заметив суету вокруг стола, переместилась туда. Снежок тоже присоединился к компании. В доме никогда не ели молча. Маня кивнула на пасхальное дерево. На Пасху дома будете? Еще не определились. Рулики на канал я загрузил. Выйдут в установленное время. Так что на двое-трое суток можно и выехать. До Мариамполя и обратно хватит одного дня, встрял Сашок. Нет, не обернетесь. Надо забивать еще день на съемки в Каунасе и в Мариамполе. Там большие авторынки. Про съемки я не подумал, согласился Сашок. Глеб что-то читал в телефоне, потом закашлялся и произнес. Проявился. Кто? Не знаю пока. Думаю, третий охотник. Пишет, что все знает. И лучше мне самому выйти на связь. У него что, номер российский? Нет, но симку купить не проблема. Номер чешский. Не латышский. Берет на понт. Коллеги сообщить не успели. Только приехали, поужинали. Глеба не нашли. Вопросов ему задать не успели. Поразмышлял Сашок, а потом спросил. СМСку прислали или через сообщение на WhatsApp? WhatsApp. Ответить надо. Спросить, кто он и что имеет в виду. Глеб согласно кивнул и быстро набрал текст. Телефон отозвался немедленно. И Глеб зачитал. Я из Микулова. Остальное объяснять не надо? Лучше объяснить. Глеб решил включить дурака. Потом попросил новый телефон у Сашка и набрал номер Петры. Медсестра была выходная. Глеба узнала по голосу и обрадовалась. Пан Кузькин пока без изменений. Доктор говорит надежды мало и посоветовал брату вызвать в Микулова жену больного. На дальнейшие действия требуется согласие ближайших родственников. Если жена приехать не может, тогда надо вызвать кого-то из посольства. Брат просил подождать возвращения тех двоих. Ждал их вчера к вечеру, ходил хмурый. Все время кому-то звонил. Даже помогать перестилать кровать не стал. Вечером договорился с доктором отложить вызов посольских еще на пару дней. Сказал, что жена должна приехать. Вот ждем. Время в клинике оплачено. Петра спросила еще, не приедет ли Глеб. Он знает чешский и мог бы помочь в переговорах. Глеб туманно пообещал и попрощался. А Сашок все переписывался с охотником. Я написал ему, что вернулся из поездки вчера вечером. Никакие москвичи ко мне не приезжали. Глеб кивнул. Забрал у парня телефон. Посмотрел переписку. Надо сообщить ему, что собираюсь на днях по делам в Микулов. Он же написал, что в клинике ухаживает за Кузькиным. Я тоже пообещаю навестить больного. Думаю, нам надо скорректировать планы. Третий знает, кто я и где меня искать. Сейчас он привязан к клинике. Ждет друзей. Сторожит Кузькина. Если мужика от аппаратов отключат, охотник уедет. И с кем он тогда поделится своей осведомленностью, неизвестно. Мы о нем ничего знать не будем. А эти не остановятся. И документы искать будут, и своих бойцов тоже. Это не местная полиция. Ребята подготовленные и мотивированные. Все помолчали. Сашук, ты выбросил оружие в воду? Маня с тревогой посмотрела на парня. Тот помотал головой из стороны в сторону. Пригодится еще. Не все закончилось. Маня собралась возразить, но Глеб сжал ее руку. Что означало? Все решим в лучшем виде. Волноваться не надо. Буду заказывать билет на самолет в Брно. Озвучил решение Глеб. Два заказывай. Сидеть под корягой я не собираюсь. Решительно заявил Сашук. Могут задержать прямо в аэропорту. Зачем-то же искали тебя полицейские. Чему быть, того не миновать. Заранее смирился с обстоятельствами парень. И облегченно вздохнул. Глеб отложил телефон и внимательно посмотрел Сашку в глаза. Надо еще подумать. Мужики отправились перегонять машины на верхнюю улицу. Коты погорцевали следом. А Маня занялась посудой. В ближайшее время обещала быть суетным. Ребят надо собирать дорогу. Решила она и поставила на огонь десяток яиц. На соседнюю конфорку картошку в мундирах. Запустила стирку. И только отошла от стиральной машины, как вернулись мужики. Начала готовить продовольственную корзину. Маня кивнула на плиту. Много брать не имеет смысла. Туда самолетом. Там забираем машину, навещаем Кузькина и сразу обратно. Или забираю. Подумала про себя Маня, а вслух сказала. Может в полицию наведаться до покупки билета на самолет? Нет, добровольно не пойду. Тогда маме позвони. Может новости какие есть? Звонил вчера. Все тихо. И от отца никаких известий. Маня опять взглянула в окно. Вода прибывала. И уже залила половину нижней дороги. Надо посмотреть, что в погребе. Может пора откачать, если поднимается. А еще шаран лучше сразу отогнать на площадку. Дать объявление и пусть продается. В случае чего с одним Ниссаном Маня справится быстро. С обоими предложениями Глеб согласился. Сашок вызвался заняться погребом. Он знает, где насос, малышок. Видел на дне погреба, вкопанное в песок ведро. Так что справится. Парень ушел, Глеб отправился к компьютеру. А Маня включила новости. На Воронеж и Курск был воздушный налет. ПВО атаку отбили. Под Белгородом снаряд попал на базу с топливом. Прямо в воинской части. Это уже не Украина, а юго-западная часть России. В Приднестровье теракты. А там, как выяснилось, огромные запасы боеприпасов. Эксперт в лабиринте Корнаухова озвучил. Целых 200 тонн того, что взрывается, стреляет и горит. Осталось еще со времен СССР. Уйти ушли, а вооружение оставили. Мания и без экспертов понимала. Украинские военные прорываются к складам с оружием. Это же сколько всего наклепали на ее милитаристской родине. Восемь лет со всей Восточной Европы под Донбасс везли вооружение и боеприпасы. И сейчас перемещают эшелонами. Когда-то при СССР был момент, что новый истребитель летчик-испытатель угнал в Японию. И тогда на кухнях шутили. Слышали? На вооружение нашей армии поставили новые истребители. Мигом в Японию называется. Да хохотались. Конечно, жить в стране, за пределы которой выехать было целой историей, Мане сейчас не хотелось бы. Она вспомнила, как простые моряки торгового флота принимались после рейса, как почетные гости. И дело не в том, что привозили ребята из рейса разные безделушки в подарок или приемники с джинсами на продажу. Они делились впечатлениями о своем пребывании в другом мире. Рассказы о прилавках с 40 наименованиями колбасы или 20 сортами сыра казались выдумкой. На прилавки в ближайшем гастрономе предлагались железные банки с консервами и пару сортов вареной колбасы – докторской и особой. Тогда гуляли в народе продовольственные шутки. Колбаса советская для особых людей, а особая только для советских. Советская – это полукопченая колбаса была. Да, народ желал хорошо питаться, красиво одеваться и свободно ездить по миру. Теперь отведал деликатесов, принарядился, просочился в разные уголки западного рая и задумался, не велика ли цена уплачена за эти удовольствия. Рыночные рельсы, на которые плюхнули каждое советское предприятие и человека, мало кому оказались по размеру. Недавно Манюне попалась статистика. В Великую Отечественную страна потеряла 27 миллионов своих граждан, а в перестройку – 36 миллионов. Эти 36 миллионов не вписались в рынок. А прибавьте сюда проблемы в отношениях между знакомыми и родными. Молодежь воспринимала мир по-другому, и в тех семьях, которым не обломились глыбы советского наследства, дети начали пенять стареющим родителям, что страну они строили неправильно, а перестройку не использовали для себя, и вообще совки – жить где надо по-другому. Нечего держаться за старые вещи, солить в зиму огурцы, квасить капусту и варить в тазах варенье. Все можно купить. Дошло до того, что новые хозяйки привозили из супермаркетов уже нашинкованную капусту для супа, а на уборку дома приглашались клиринговые компании. Интересно, как эти граждане Новой России станут выживать, если ассортимент в супермаркетах сузится до размера возможного в стране производства, а цены по законам рынка будут расти. Возможно, новую гримассу рынок покажет уже в очередную зиму. Особенно в городах-миллионерах. Во времена Манёниной молодости в сентябре студенты ездили на картошку, помогать в уборке урожая. То, что выросло, закладывали на хранилище в овощебазы. Их в Ленинграде было не меньше пяти. Позже Маня делала оттуда репортажи, и осенью, при закладке, и зимой, а потом в перестройку, каждое из этих специально обустроенных сооружений перешло в частные руки. И вместо капусты, моркови и свеклы туда оптовыми партиями завозили мебель, холодильники и прочий доходный товар. А что, все базы располагались прямо в городе. Золотое место. В доперестроечные времена торговую братью никто даже в шутку к патриотам не относил. Люди жили по своим законам и жили неплохо. В 90-е семью торговцев пополнили миллионы вчерашних ученых, инженеров и прочих специалистов, выкинутых за перекрашенный экономический борт. Как они сегодня отнесутся к войне и необходимости защищать Отечество? Наверное, зададут сначала вопрос, каким оно будет. А об этом пока не говорят. Ну, с жирными обитателями коттеджных поселков все понятно. А тех, кто из-за необходимости погасить кредиты направился на фронт добровольцам, куда побольше будет. Им командир должен будет объяснить, как так получилось, что из оружия, которое создавалось на оборонных предприятиях, их дедами и отцами, теперь стреляют по ним. На фронте у ребят нет времени вникать в геополитические планы будущего золотого миллиарда. Хотя золотой миллиард теперь решено сузить до 500 миллионов. Да и понять это сможет не каждый. Нужны базовые знания, которые нынешней молодежи никто не дает. Вот Маня вчера пыталась объяснить Сашку. Он не все понял, а просто поверил. Завтра воспитанный в польской школе паренек встретит другого взрослого, типа Навального, послушает и поверит ему. Маня видела в сети ролик. Старшеклассница обвиняет родителей и власти, что со своей спецоперацией у нее украли будущее. Тикток отключили, Фейсбук, Инстаграм. Сашок постарше, парня слегка попалило подо львовом. Сейчас живет, как потерявшийся щенок. Он угодил в чужие разборки. Парень вошел в дом, положил на стол связку ключей. Охотник выронил. Воду из ведра откачал, а они на дне лежат. Маня посмотрела и согласилась. Чужая связка. И подумала, всего два дня назад, конечно, не по злому умыслу, а в целях самозащиты, но они все же убили двух человек. И ничего. Живут, завтракают, обедают. Маня даже не вздрагивает, проходя мимо погреба. Хотя, наткнувшись на погибшую птичку, мгновенно зажмуривается. Был у них с Глебом случай, когда Маня испугалась мышат в сиропе. У банки компота с алычой сорвало крышку. Глеб поднял ее из погреба и оставил на веранде, где испорченный компот остался на ночь. Утром, обнаружив неликвид, Маня решила вылить сироп в грядку, а ягоды отправить в мусорное ведро. И как только банка освободилась, от сиропа, Маня увидела мышат. По саду разнесся душераздирающий крик. Глеб выскочил на улицу, в чем был, а через минуту примчалась и соседка. Определив масштаб катастрофы, Глеб с соседкой долго смеялись. Иренка тогда сказала, «Я от твоего крика подумала, на Маню напали бандиты с ножами». Прошло два года, и бандиты таки напали. Не с ножами, а с пистолетами. Непонятно, как удалось купировать смертельную опасность. Маня считала, что исключительно благодаря случаю Сашок оказался в доме незапланированно. Но эти обстоятельства с соседкой не обсудишь. Так что удивляться своему спокойствию после ночных боев придется молча. А Сашка благодарить действиями. Но, как оказалось, Маня рано считала, что это потрясение она уже пережила. История с охотниками очень скоро продолжится. Продолжение следует. Продолжение следует...